Добрый вечер! Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, давайте договоримся, как вас называть. Ну, пока я предпочитаю прятаться под ником, пускай буду, Джек. Отлично. Меня зовут Вера, и я представляю канал, который рассказывает правду о Донбассе и о войне на Донбассе, и о ситуации на Украине. Джек, скажите мне, пожалуйста, следующий вопрос. А в связи с чем вы скрываете свой ник и свое имя? Ну, вынужден. Не любят меня на Украине и не любят по-серьезному, очень. Само не с Донбасса, с других регионов, ну, с другого региона Украины. Вы не можете сказать откуда? Ну, центральная Украина, не более. Сам центральный Украины. Пришлось выехать в срочном порядке, в очень срочном. Ну, я знаю, что вы приехали вчера, да? Или сегодня даже? Позавчера. А, позавчера. Позавчера приехал. Да. Пришлось выехать в срочном порядке, так как мне за мою излишнюю, как им кажется, активность в соцсетях обвинили в таких преступлениях, что, ну, это даже, я даже не знаю, как их прокомментировать. Ну, а вы можете сказать, за что рассказать? Да, конечно, без проблем. Значит, достали старое видео, сейчас скажу, ну, как минимум с прошлого лета оно, а то еще более ранее. Только экспертиза была в прошлом, это в июле месяце. Сейчас, одну секундочку, извините, что я вас, я вас буду перебивать, да, сразу говорю? Ну, потому что для меня вот непонятно, что значит экспертиза. Значит, сделали, я сделал репост одного видео. С моей точки зрения, это чисто аналитический материал. Там рассматривалась ситуация, ну, как будет расплодаться Украина. А это будет по-любому, но это лично моя точка зрения тоже. Ну, призывов, призывов, насколько я помню, потому что репост это, ну, давно было, старое видео. Призывов там не было. Призывов именно разваливать Украину, то есть причинять какие-то действия. И получается, но эксперт что-то там такое увидел. Вот именно из-за этого репоста мне начали предъявлять 110-ю статью. Посягание на территориальную целесность, ну, и так далее. Политическую. Но этим дело не закончилось. Это прошла экспертиза. Никто ничего не знал. Потом, какая-то еще повторная экспертиза в феврале месяце этого года. Насколько я понял из санкций на обыск, это тех же материалов экспертиза. То есть в первой месяце закладки, а второй экспертизой может формулировка какая, может сприяты. То есть может способствовать. О, Боже. Вот таким вот действием. Ну, развал Украины там и так далее. Может способствовать развалу. Значит, на основании этих экспертиз получили санкции отсюда. Сделали дома обыск. Что ты делаешь? Что-то никто не звонил. Сделали дома обыск. Ничего не нашли ни в компьютере, ну, естественно, никаких материалов на бумажных носителях. Это, ну, глупо. Я просто высказывал свою точку зрения, ну, которые материалы нравились, я их репостил. Не более того. А репостили где? На Фейсбуке, ВКонтакте? И на Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Твиттере, и в Одноклассниках. Хорошо. Но именно они обнаружили это в соцсети ВКонтакте. Скажите, пожалуйста, вот мне технически не очень понятно, каким образом вычисляется, как они наткнулись на ваш пост? Как это происходит? Вы в курсе? Ну, у меня есть только предположение, что в определенных группах, определенных направленностей, ну, в социальных сетях, сидят их, ну, скажем так, добровольные сотрудники. И следят, кто, что постит, просматривает странички тех, кто проявляет наиболее, ну, самую большую активность, ну, и так далее. Такая моя точка зрения. Скорее всего, что таким способом. Хорошо. А потом вот вы говорите экспертиза. Вас каким-то образом... Да, секундочку. Да, я хотел еще уточнить. Там еще этот сайт Миротворец. Да-да-да. Так вот, еще до того, как он был, как надо... Ну, его сделали так, что надо вводить сейчас фамилии. Ну, какой же дурак ведет свои фамилии и свои данные туда? А раньше просто можно было просматривать, ну, базу данных. Так вот, еще раньше мой аккаунт там был. Я не отнесся к этому серьезно. Да. То есть вы на это не обратили внимание, а он уже там был внесен? Да. Не, ну, как? Я видел, что мой аккаунт там есть, но я как-то серьезно к этому не отнесся. А все оказывается серьезно. Так вы... Намного серьезнее, потому что дело в том, что насколько... Ну, пусть у меня нет юридического образования, но я прекрасно понимаю, прекрасно понимаю, что состава преступления в моих действиях нет. Угу. Я не знаю, кто делал экспертизу и так далее. Вот сам под давлением делал, ну, с каких-то идеологических соображений такие результаты экспертизы. Потому что, с моей точки зрения, там призывов никаких нет. Но этим еще не закончилось. Сейчас, одну секундочку, давайте, чтобы не уходить далеко от этого вопроса. Вот я хочу узнать по поводу, вы произносили несколько раз экспертиза. Экспертиза... Ну, то есть, они исследовали, предположим, ваш аккаунт, увидели вот эти перепосты и так далее. Потом вас как-то уведомляют о том, что вот вы там под следствием, не знаю, под колпаком у Мюллера. Каким образом вы узнали про экспертизу? То я узнал об этом только тогда, когда они приехали в гости с санкцией на обыск. Ого. До этого ничего не было известно. Никто там не пытался... Ну, я считаю, что они не должны были так делать. Спецслужбы по-другому не работают. А мне кажется, ваши спецслужбы именно так и работают. Ну, может быть. По-подлому, я имею в виду. Ну, хорошо, ладно. И что дальше? Вот они приехали к вам домой. Это было не ночь, я надеюсь, а то прямо у меня картинка, 37-й год, что черный воронок стучатся в дверь и так далее. ну, на этот раз приехали они примерно в обед. Взяли два понятых. Понятых взяли тоже таких, ну, скажем, как вам сказать. Ну, для политических статей, то это понятые загнажированы, по-любому. Они взяли этих наших, как сказать, патриотов в камуфляже. А, в камуфляже даже? Да, в камуфляже, добробатов за каких-то там местных. Вот, как понятых. Ну, дело в том, что обыск, ну, сам обыск прошел так, более-менее нормально, никаких там инцидентов не было. Материалов ни в компьютере, ни в самом доме обнаружено не было. А как они проверяют компьютер? Ну, то есть, я все это, вы мне как будто в кино рассказываете про вот 37-й год. Как они проверяют компьютер? Были ли у вас вот эти перевернутые неспоротые подушки? Вот, что они, как они ищут? Расскажите. Нет, до этого не дошло. Они открыли, ну, компьютер был включенный, попросили меня открыть мой аккаунт ВК и просматривали полностью все материалы, которые были на этом аккаунте. Ну, потом просмотрели, что у меня на жутких дисках хранится. Искали материалы, документы, потому что программы их не интересовали. Вот. А вы не думаете, что вот просматривая ВК, там, ваши аккаунты, они не записывали, там, ваших друзей, кто у вас там есть? Ну, я этого не обновил. Если и записывали, то только могли записывать скрытые камеры. И этого я не обнаружил. Ну, я считаю, что, в принципе, они и так его раньше просмотрели. Ну, да. Собственно, конечно. Хорошо. Скажите, а вот дальше, вот если бы вы не уехали, что было бы дальше? Ну, это еще не все. А, еще не все? Я уехал не после этого. Дело в том, что сама статья, которую, ну, еще не обвиняли, но уже сама статья, которая по этому делу открыта, 110, предусматривает 3 года. Это максимум. и у меня есть мой личный знакомый. Это личный знакомый, то есть не по сетях, а, ну, так, вживую, который по этой статье получил год условно. Вот. У него там был тоже какой-то, какая-то петиция, в одной из петиций он, ну, сделал свою подпись. Да. На вас, наверное, да? Вот, да, по-моему, да. На вас, обычно, да. На вас, если я не ошибаюсь. А, я сначала подумала про петиции, которые на сайте Порошенко. Нет? Да, нет, конечно. А, но на вас уже давно была информация, просто сейчас вот вы, хорошо, что вы это озвучили, подтвердили, потому что предупреждали, не оставляйте там свои контакты, это специально сбор там, это информация о людях, где вы, оставляете, как вас звать там, и свои контактные данные. Вот сейчас это от вас подтвердилось, спасибо, что вы это сказали. Да, я сам не сразу это понял. Ну, как поменяли доступ данных на миротворцу, это я понял, что надо ввести фамилию, а не просто, ну, как раньше давали просмотреть. Это я понимал, что фактически люди, многие стучали сами на себя. Вот, ну, этим не закончилось, должно было бы закончиться, как мне показалось. Распрощались, они уехали, я дал обьяснение по этому материалу, что это чисто аналитический, призывов я там не вижу, и так далее. Написал, расписался, все, они уехали. Оставили на руках копии протокола осмотра, что ничего не найдено, и буквально через две недели мне звонок на беседу. Приезжаю я на беседу в СБУ, мне говорят, что для меня есть две новости, плохая и очень плохая. Это дословно. Значит, плохая новость, что эта статья 110 никуда не делась. То есть, то, что я там не вижу призыв, это еще ничего не значит. И очень плохая новость, если я не ошибаюсь, по украинскому кодексу, 258-3 статья. Если не ошибаюсь, ну я пятерку, восьмерку могу местами путать, да. Ну, по-моему, так. Значит, там идет не просто террорист... Финансирование террористов? Нет, 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 нет. Там формулировка идет финансирование, организационная помощь и другая. То есть, три пункта там такие есть. Финансирование, организационная и другая помощь террористическим организациям. То есть, поскольку нас считают Донбасс террористическими организациями, за то, что я сделал репост, тоже старый нашли репост, электронных кошельков, значит, там один Яндекс и три Вебмани. За то, что я сделал репост этого материала, где были указаны эти кошельки, они посчитали, что я как-то участвую. Я не могу понять, как. Я как-то участвую, я пособник с их точки зрения, террористической организации Донбасса. А эти кошельки, ну, там призыв был о чем? Ну, там сборы средств, на, ну, там, в принципе, был сбор средств, это была страничка вежливых людей. Ага. Ну, я знаю, я туда захожу частенько. Я, честно говоря, уже сам не помню, какой там был текст, но не на оружие, это точно. Ну, в общем, сбор помощи для Донбасса. Донбасса. Да, скорее всего, что так. Я же говорю, я сам плохо помню, потому что очень старый материал. А почему, а как вы думаете, почему это, ну, они раскопали, тем более, через две недели, не сразу, то есть, сначала один, потом второй пост, ну, запасты в соцсетях? Вот это для меня самая загадка, это самый интересный вопрос даже. Почему, во-первых, старые материалы, достаточно старые, как для социальных сетей годичной давности, это уже древний материал. Конечно. Во-вторых, это пауза в две недели между обыском, и я сомневаюсь, что у них, ну, что они очень поверхностно первый раз посмотрели, а когда я дал объяснение, что там ничего нету, то они смотрели еще раз. Хотя, ну, тут могу только предполагать. Возможно, дана команда сверху. А вы, нету версии, что на вас кто-то настучал. Такое может быть? Это, это может быть. Ну, так, тут у меня нет даже предположений. Такое, смутные, смутные догадки. Хорошо. А еще такой вопрос, ну, знаете, чисто психологического плана, ну, мне просто интересно, как вот вам, каково было в этой шкуре, когда вам, во-первых, первый раз позвонили, потом этот обыск, и потом второй звонок. Не-не-не-не-не, мне никто не звонил. Сразу был обыск. А, сразу обыск. Ну, вот, к вам постучались, пришли, и представились, корочки показали, да? Ну, я так предполагаю. Да-да-да. Вот, вы можете вспомнить свое состояние? Было страшно? Жутко? Или пофигу? что вы пишете? Не, ну, как вам сказать? Какая бы власть ни была, легитимная, нелегитимная, но, не имеет значения, какая власть по бумагам, формально. Угу. Имеет значение, фактически, она власть или не власть. То есть, их фактические возможности. Возможности были. То есть, я против них, ну, никакой силы не представляю. Да. Сделать могут много чего, допустим, они мне. И, естественно, было страшно. Было страшно. разволновался очень. когда еще увидел понятых в форме, я не сразу понял, что это понятые. Я думал, что это так, поддержка, это прорабатывается. Грунта поддержки, да, да. Вот. У меня, параллельно со страхами и волнением прошнула агрессия. Ну, вы смогли эту агрессию? Просто, мне кажется, что, если бы вы еще себя как-то агрессивно вели, там, закончилось бы еще хуже чем-то. Нет, если бы агрессивно вел по отношению к сотрудникам, то, конечно, закончилось бы еще хуже. Это безусловно. Ну, смогли себя взять в руки, да, тем не менее? Ну, были бы небольшие припинания с этими понятыми, а так, с сотрудниками так, А когда вы с БУ пришли, не было ли страха, что вы оттуда можете не выйти вообще? О-о-о, хороший вопрос. Еще как был. Вы, 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 ну, у меня, я так предполагаю, картинку себе рисую, что, наверное, вы попрощались дома с семьей, там, я не знаю, узелок какой-то собрали, сухарики, но вы мне извините, я сейчас, мне, конечно, совсем не смешно, это жутко, вот такое, и поэтому я хочу, чтобы вы, ну, поделились со мной своим состоянием, потому что это представить невозможно, я, я видел это только в кино. Ну, если честно, узелка я не собирал, была надежда, большая надежда была, что именно тот раз я еще выйду. То есть, поскольку приглашение было без повестки, вот. А вы верите в правосудие, что... Не, ну, я в правосудие не верю, абсолютно. Я и раньше не верил, а после этого переворота, который называют революцией, то тем более. Ну, и тем более, как вы уже сказали, что у вас есть знакомые, которые получили уже какие-то сроки, там, неважно, условные или неусловные. Да, действительно. Вот. Ну, когда бы, я же говорю, когда я приехал, еще, да, я ехал, я боялся, что не выйду, но была бы большая надежда, ну, как-то, я не знаю, как чувство, что ли, что не в этот раз. Пронесет. Да. Приехал, ну, обрадовали меня новой статьей, намного серьезнее, потому, что первая статья 110, она предполагает заключение до трех лет максимум. Угу. Вот. А вот эта 258-3, она предполагает от 8 до 15. Ужас какой. То есть, получить, как минимум, 8 лет, вообще ни за что, за репост. Я от себя, то есть, если делаю репост, там можно от себя еще как-то прокомментировать. Угу. Я от себя вообще никак не комментировал. Это просто репост. И вот они вам тогда сказали, что была сделана экспертиза, они вам показали вообще этот пол, за что они, что шьют, грубо говоря. Не, ну, а самой экспертизе я вычитал санкции на обыск еще раньше. А-а. уже после обысков. Через 2 недели. Вот это. И чем закончилась беседа в результате? Вам что сказали? Ну, так, так сказать, ввели в курс дела. Но, я не знаю, была ли у них такая цель, но я уже, ну, как бы вам сказать, ну, такая новость ошарашила. Я, говорит, пытался идти на договор. Угу. Пытался идти на договор. То есть, говорю, 258-я статья, это очень много, это вообще что-то за пределы нереально. Угу. Ну, в принципе, оно и не за что, но тем не менее, то само собой. А вот после 10-й, какой договор я хотел? Я думаю, у меня есть подозрение, что это они из-за этого и предъявили мне эту 258-ю, чтобы я пошел на сговор. А, понятно. Что я беру на себя 110-ю, угу. Если дадут условно. Угу. Ну, чтобы не было 258-й. Так вы, говоря про сговор, вы, ну, имеете в виду... Ну, это не сговор, это договор называется. Вы имеете в виду взятку, деньги? Нет, нет, нет. Просто, что я, ну, не упираюсь, а, ну, беру на себя 110-ю статью. А, я поняла. Подписываюсь, ну, как говорят, целица доказательств, это тестосердечное признание. Угу. Потому что доказать, это намного сложнее. Угу. Опять же, я же говорю, в данном конкретном случае, моем, я видео не усматриваю, прямых призывов не было. Насчет репоста этого кошелька, честно говоря, я тоже, ну, однозначно не могу сказать, даже, что это я репостил. У меня пару раз страницу действительно раз взламывали. два раза сказать. Такое было? То есть, может быть, все, что угодно. То есть, однозначно сказать, что это, допустим, вот, вот, вот это моя работа, это не моя работа. Я не могу. И пока они сами не докажут. А презумпция невиновности естественно не действует у вас? Что пока не докажут? На нашей стране презумпция невиновности, это, конечно, фантастика. Да. Скажите, а вы предупредили своих знакомых, своих друзей, чтобы они, что, я даже не знаю, чтобы не репостили, чтобы не писали, или, ну, какие последствия могут быть, там, номеротворцы не оставляли в петициях свои адреса. Вы предупредили их всех? По сети я скинул информацию о своей ситуации. Ну, это, видимо, перед побегом из Шоушенка. Да, да. Фактически получается это был под побег. Еще было, конечно, я понимал, что, вообще-то, я должен успеть, но не знал, что на самом деле там творится. Думаю, если уже серьезно взяли под колбак, я думал, что я не пересеку границу. Вот это тоже интересно. А вы ее пересекли? Каким образом? Насколько легко или сложно? Нет, пересек довольно легко, никаких проблем. То есть, до допроса поехал? Да, вместо допроса, именно, а, да, я забыл сказать, дело в том, что как я уехал, то есть, после этой новости, второй тяжелой статьи, я был в шоке, и потом еще мне перезвонили и пригласили уже на беседу вместе с следователем СБУ к прокурору. Вот здесь я засомневался, что я оттуда вернусь. Так как я еще не подписывал до того, никаких бумаг, что там не предъявлено какое-то обвинение или хотя бы статус подозреваемого. До этого я ничего не подписывал, но когда вызвали уже вместе, ну, в СБУ и вместе со следователем к прокурору, тогда да. Я решил не ехать. Сел на поезд Киев-Москва и прям путем к вам. Ну, в принципе, мне больше некуда было. Скажите, да, кстати, я хочу сказать, что женский голос за кадром это Елена Бойко. Да, тоже известная теоретика. Которую можно добавить. Ну, добавишь, конечно, в конце, Леночка. Сейчас я еще хочу с Джеком кучу вопросов, на самом деле. А как вы пересекали границу? Вы не боялись, что вас там могут задержать? Вот это было мое последнее. Я думаю, если пройдусь здесь, тогда уже все. Тогда уже более-менее спокойно буду себя чувствовать. Боялся. Еще очень боялся. Ну, что, когда украинская таможня начала проверять документы, они же с паспортов вносят в свои базы данных, там проверяются. Вот это очень серьезное психологическое напряжение было. Думаю, пройду я или не пройду. Особенно тогда, отдали мне документы уже, пошли дальше, и тут какой-то сигнал. И они забегали. Ну, я думаю, и все. Сигнал какой? Швозь, это на кого-то среагировало. Я не знаю, по каким причинам. О, боже. Но кто-то не приехал. Дело в том, я почему вас спрашиваю, меня недавно знакомые приезжали, и перед этим я там просила сало привезти, да, и меня спросили, а нас не будет оттуда, да, с Киева. И меня спрашивали, а нас не будет шмонать на вашей границе там. Ну, я говорю, да ну, прям, что за глупость, сало-то при чем? И вообще, когда они приехали, рассказывают, что вообще не проверяли, там у кого-то ваулы были громадные, большие, никто даже не спросил ничего. Вагоны идут полупустые, людей нет, ну, потому что билеты дорогие, ну, для многих дорогие. Да, вагон был действительно полупустой, это поезд был у Львов, Москва. Значит, вообще удивительно, сколько есть такие граждане Украины, которые не питаются симпатии к России, ну, почему-то сюда едут. А вот, кстати, да, хотела спросить, вы с такими столкнулись в поезде? Естественно. А как они бы, как они бы говорили о том, что они ненавидят москалей, или как? Вы узнали, что они... как, дословно, я уже и не передам, естественно, но было видно, что симпатии нет у них. И доказывать я никому ничего не собирался в той ситуации, меня личное внимание на себя обращать не хотел. Да, и бесполезно. Не, ну, это понятно. что-то бесполезное, приводишь логические армиенты, они не пройдут, потому что людям хочется так думать, хочется так считать. Таких много в том месте, ну, в Киеве, вы сказали сами? Таких много людей? Много. К сожалению, много. Я виню в этом СМИ. Я специально в интернете, у себя в закладках в браузере. Поставил рядом 24 новостной канал российский и украинский. Думаю, буду смотреть, сравнивать, анализировать. Ну, так, в меру своих возможностей и так далее. Ну, что, практически не смотрел украинский канал новостной. Я просто не могу вот этот, вот эта волна бреда. Бред сумасшедший. Сегодня слышали, не знаю, извините, что я вас перебила, но вообще феерическая новость на Корреспондент.нет, что взрывы четырех лэб, Лен, ты слышишь? Это сделали пранкеры по звонку. Они уговаривали, наши пранкеры Лексус и Вован, они звонили, представлялись голосом Аваковой и уговаривали, ну, убеждали, что нужно эти опоры взорвать. То есть они от имени Авакова кем-то там руководили, да? Это очень хорошо. Это говорит о том, что ни у кого не вызывает сомнения, что Аваков может давать такие указы. но это другая история. Ну, вообще сам факт, вот это нечто просто, но поэтому... Сам факт такой информации в новостных каналах, да? Да. Я не удивлен абсолютно, я уже очень давно говорил, может оно грубовато звучит, но я говорил так. Таким людям, кто это утверждает, ну, кто утверждает это еще 50 на 50, а кто в это верит? Надо делать уколы прямо в голову, трехлитровый шприцатель. Ну, меня вот это удивляет. Как в это можно верить, в этот бред совершеннейший? Я сам очень удивлен властью средств массовой информации. Я никогда не думал, что у них такая власть. Хорошо, почему на вас это зомболучи, скажем так, да, почему они на вас не подействовали? Откуда, почему они действуют на других? Вот я не могу этого понять. Может, я в свое время получил прививку. Дело в том, что в начале 90-х я еще был, ну, подростком. Вот, тогда все люди были, ну, как вам сказать, в таком азарте. Воля и так далее. Все националисты, а я еще и подросток. И, то есть, я был такого уровня запредельного, как бы, помягче сказать, патриот в начале 90-х. Да. Это даже такая партия украинская, как свобода, по уровню патриотизма, опять же, в кавычках, до меня не дотягивало тогда. То есть, вы тоже были русофобом? Да, еще каким русофобом? Ну, опять же, я считаю, что у меня две скидки. Первое, что тогда все были такие, это же самое начало 90-х. Сразу после развала СССР. А почему вот эта ненависть у вас конкретно? у вас конкретно откуда это, на чем зиждилось, почему вы ненавидели, ну, я сейчас в прошедшем времени говорю, надеюсь, что я права, что почему вы ненавидели русских, там, москалей и так далее? Это откуда было? Или как было? Может, я ошибаюсь? Ну, опять же, пропаганда, пропаганда, она велась еще с перестроечных времен. Начиналось как? Ну, нельзя было в то время герезировать Бентеру. Подавляющее большинство населения Украины бы это не поняло на то время. Сначала москали съели наше сало. Надо перевод? Нет, не надо. Ну, вот. То есть, хорош кормить центр, мы суток производим, они все отбирают, мы их финансируем, мы их содержим, фактически. То есть, вот, вот первая ложь. А сколько вам лет тогда было? Ну, примерно. Только, только закончил. Нет, когда распался Союз, я еще школу не закончил. Но уже вот эти настроения были? Да. И вы им поддались? Они были слабо выражены, но это фактически была почва, подготовка. То есть, как окно Авертона, в банде много сдвигается. Вот. А потом жестче, 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 и вот до генеризации Бандеры. Ну, куда уж дальше. Дошел до твоего вступления в какую-то... Да, да. Я, не, ну, и что я хочу сказать. Подростки, редкое исключение, что они могут что-то вообще понимать. Вот я вижу, взрослые, очень многие ничего не понимают. Вот, меня вот это тоже удивляет. Я могу сделать поправку на то, что молодым очень легко мозги перевернуть, там вообще не вопрос, да? И поэтому я сама это видела, там, 4-5 лет назад. Я удивлялась, я с таксистом там ругалась по поводу Бандеры, который начал защищать его. Ехали в Борисполь из Киева. Он меня чуть из машины не выкинул. Но я вовремя замолчала. То есть молодых я могу понять, но когда я вижу на каналах украинских, да, я не говорю там про наших российских, чтобы не обвинили в пропаганде. Я вижу, когда старики жгут флаги российские, там, топчут, вы помните, да, плевались там, не знаю, на наш флаг, топтали его, поджигали. Когда они говорят за тот же УПА, за Бандеру, я вот этого понять не могу. Ну, я даже не знаю, как сказать. Могу вам ваш вопрос переадресовать, но уже со своим примером. Давайте. Значит, ну, как вам сказать, ну, знакомая, женщина, работает уборщицей в одном бюджетном учреждении. Такая, одна из патриоток, тоже еще, ну, уже пожилая, то есть, там за 50 лет подпишись. То есть, она не только детство прожила в СССР, она, ну, больше полжизни прожила в СССР. Вот. И после этого она голосовала за свободу, ну, а потом еще за более таких ярко выраженных патриотов, так сказать, в кавычках, естественно. так она доказывает, что тогда было все намного хуже. Она доказывает, и в момент этого, как она это пытается доказать, убедить, низкие зарплаты были, там еще что-то плохо было и так далее. Когда она, вот, в процессе разговора она убирает мусорник. Серьезно? На улице, свалка, ну, мусорник на территории через день. А работал на мясокомбинате? Да, работал, одетый на мясокомбинате, обижалась, что малая зарплата и что, как собаки, это дословно, кидали кусок мяса. Вот как с такими людьми можно говорить, я не понимаю. Ну, то есть, у вас нет объяснения, что произошло с мозгами этих людей, почему вот такое... Нет, ну, есть объяснение. Я считаю, что все-таки это массированная пропаганда. Ну, хорошо массирование, почему она не на всех... Сознательная пропаганда. Сначала антисоветская, потом антироссийская. Это только так. Ладно, но вот этот вопрос для меня все равно остается открытым. Почему на Донбассе основная часть, там тоже есть ведомые, но основная часть осталась нормальных, и у них мозги не подверглись этой пропаганде. А почему это затронуло центральную часть Волынь, Галичину и так далее? Ну, ладно, ну, насчет... Да, тут я дам ответ. Ну, со своей точки зрения, конечно, скажу. Ну, Западная Украина там все понятно, там как. Ее очень давно создавали еще, еще до Союза, еще очень много лет назад, даже столетий, как Русь, не русскую. То есть, не совсем русские народы. Мы с Леной на эту тему говорили про Галичину. Мы с Леной говорили на эту тему про Галичину. Да, да, то есть, влияние далеко не дружественной Польши и Австро-Венгрии на... Ну, попался... Часть нашего народа попалась под их влияние. И за 500 лет они их капитально перепрормировали. Во врагов всего остального русского мира. Хорошо. Центральная Украина? Что я могу сказать? Ну, там, большинство, с моей точки зрения, большинство русских. Просто русских и там было бы удивительно, если бы там получилось, что сведомые набрали серьезные силы. А вы себя кем считаете? Вот. Я даже, не знаю, я раньше считал себя вообще-то украинцем. Но потом, как пошла эта волна бреда исторического, вот эти, так называемые, профессоры бабики, что там и Черное море копали, и горы насыпали, и динозавров употралили. Древнюю Украину. Я начал интересоваться историей. Да, действительно, я согласен с некоторыми такими грамотными людьми, например, Андрей Ваджов. Вот. Что само понятие украинец появилось в 19 веке. Потом такой же есть так, можно сказать, журналист, блогер, Дмитрий Пучков, тоже интересной передачи. Гоблин, да? Да, известный как Гоблин. Но это наши. Я знаю. Вы про своих скажите, кому вы доверяете. А у нас нет. У нас нет. Да ну как нет. Мы же вроде бы с Украиной родом. Так вот, я начал интересоваться историей после этого бреда. И вот вы задали вопрос, однозначно сразу одним словом не могу сказать, кем я себя считаю. Но раньше считал украинцем, это меня ничем не напрягало. Я не противопоставлялся русскими и так далее. Так мы об этом тогда и не задумывались. Кто об этом задумывался? Украинец родиться при СССР это поправочка. При СССР но на территории украинской СССР. Да. Вот. Сейчас как вы себя идентифицируете? Сейчас все-таки я идентифицирую себя как русского. А вы думаете по-русски или по-украински? Ну тут надо как-то дать определение что вы подразумеваете под этим как я думаю по-русски что значит думать по-русски или думать по-украински? Павел на Суржике думает. На каком языке вы думаете? Дело в том что центральная Украина ничего удивительного иначе пункт средних размеров тоже роль играет то есть села более украинские крупные города более русские ну а провинции Суржик так же ну и так же и по географии западная речь украинская восточная русская а центральный Суржик так называемые смеси русско-украинского то есть я могу свободно разговаривать по-русски по-украински пишу только на одном языке на Суржике нет но пишите на русском или на мове без разницы так ну вы мне не ответили на вопрос думаете в сети общаюсь на русском а думаете вот вы про себя вы можете себя проанализировать вы думаете на русском языке или на украинском я все-таки думаю на Суржике на смеси языков ну я не считаю что это ну как бы другое но Суржик это все равно украинский Все, понятно. Хорошо, а еще знаете мне какой вопрос? Тут мне все так однозначно. Опять же, дело в том, что можете путать. Сейчас современный украинский язык, и тут украинский язык, что был хотя бы 20 лет назад, это разница большая. Не было мап, то есть карт, ну и так далее. Вот это сейчас появилось множество слов уродов. Ну это мое определение слова уродов. Ну да, геликоптер там, да, из этой категории. То есть это взяли много чего с галлицизского наречия, то есть там диалект местный, кутерской. Потом добавили новаяза и получили так называемый современный украинский язык. То есть это мова, ну я говорю, это слова уроды. И я этим дискуссией со сведомыми, так называемыми, говорил, что, говорю, яка мова, такая сведомость. Я говорю, то есть какой язык, такое сознание. То есть если вы используете в языке слова уроды, то и сознание у вас такое. А еще одно, скажите мне, пожалуйста, вот находясь в городе, вы, вот проходя там по городу, люди разговаривают, обсуждают вот эту историю там с Радой, с тем, что жить не на что или всем пофигу? Вот, опять же, приведу пример. У меня знакомая есть, еще одна, у меня очень долго на Украине знакомых и бывших друзей, теперь уже бывших и настоящих друзей. Ну вот эта новая была знакомая, я с ней познакомилась в Сочи. Она приехала туда по работе. И в какой-то момент она, Вера, приезжай к нам там и так далее, я говорю, я боюсь к вам ехать. Она говорит, да ты что, это глупости, тебя никто там не тронет. И по-русски там говорят. Я не стала, в общем, объяснять особо ничего, потому что я поняла, что, ну, в общем, реально говорю, мне, честно говоря, страшно ехать в Киев. Она меня в Киев приглашала. И я не верю тому, что вот она мне сказала, что все нормально. У меня в голове ощущение, она общается в том круге, который не интересует, ну, в смысле, их не сильно затронули эти проблемы. С коммуналкой там, с неплатежами, с отсутствием работы и так далее. И поэтому она, может быть, не знает. Но это мое мнение. Ну, дело в том, что я был в Киев только в этот раз транзитом проезда, только через вокзал. Но я, тем не менее, пришлось подождать поезда, немного в округе походил, посмотрел. Что ему сказать? Люди, ну, очень озабоченные лица, озабоченные материальным положением, скорее всего, уже. Вот, то есть им нет политики. Это, ну, это местных жителей. Да. Ну, то есть, вот, ваша оценка, не будет массовых протестов, не будет вот этого дна, когда уже невозможно терпеть. И поднимутся народный бунт, просто поднимется, ну, когда скажут доколе, сколько можно уже издеваться над ним. Есть такое, я вам отвечу последней фразой с анекдота. Бог сказал, ну, как Бог задавали вопрос, когда будет, то-то, то-то. И вот, когда задавали наши, Бог сказал, я не доживу. А, то есть терпеть будут? Я считаю, что не будет массовых протестов. Никогда. То есть, я, ну, вот, на уровне хутора, я думаю, люди еще могут собраться между собой, организоваться и с вилами пойти погонять мироеда. Это еще можно. Ну, собраться более, ну, в серьезных масштабах, масштабах той же области или тем более всего государства, сами они не соберутся. И никогда такого не было. Всегда серьезная организация собирала на какие-то действия или противодействия. То есть, очень грамотные специалисты и при очень хорошем финансировании. Я не верю, что хоть одно серьезное движение может возникнуть стихийно. Ну, то есть, будут терпеть и ждать. При этом, вы наверняка знаете эту историю, почему, когда спрашиваешь, что же у вас, Майданы, это что, национальные, ну, не знаю, как это, уже в привычку вошло, каждые, там, не знаю, три года, каждый год майданить, выходить по любому поводу. И отвечают в ответ же на это, ну, потому что мы свободолюбивые, потому что вот мы можем себе это позволить, а вы рабы, вы вата. Ну, да. При том, что не выйдут сейчас. То есть, выходят за деньги. Ну, естественно. Часть населения выходит за деньги, которые платятся. Ну, это кость со стола, вернее, даже крохи от костей. Они за них выходят и продолжают гробить страну. Вот. Другая, что ж, верят пропаганде, опять же, массированной. Ну, уровень пропаганды, уровень лжи в украинских СМИ. И даже не лжи, а не то, что ложь, а бреданулся. Ну, действительно, бред. То есть, достиг такого уровня, что Геббельс обзавидуется. Это я не преувеличиваю. Ну, я в курсе. Я мониторю. Поскольку я на стриме вещаю, у меня, я пять часов говорю про украинские новости. Поэтому я в курсе всего этого бреда очень хорошо. Ну, имею представление о том, что говорят. Ну, и еще у меня вопрос. Как вы думаете, ваше мнение, поскольку мы с вами уже достаточно долго разговариваем. Очень интересно еще продолжить дальше, если вы не будете возражать. Я бы хотела еще другие вопросы позадавать. А сейчас хочу закончить с вами. Потом, потому что еще Лена будет. Вопрос такой. Как вы думаете, чем закончится? Какое будущее у Украины? Что будет в результате? Ну, опять же. Я надеюсь, что мои слова не расценят как призывы. Нет, ваше мнение. Это чисто моя личная точка зрения. Это не призыв. Естественно. Ну, как? Я небольшой такой невеликий аналитик, чтобы добавить прогнозы. Ну, потому что я вижу. Ну, чем закончится? Скорее всего, что как минимум на три части она все равно должна распасться. Если она не распадется, ну, это так, я уже больше интуитивно говорю по событиям смотрю. Если она не распадется в течение двух лет, значит, только из-за того, что внешние силы заинтересованы, чтобы она еще посуществовала так. Ну, хотя бы формально целостно. Я поняла вас. Хорошо. Потому что у нас уже прямое внешнее управление. У нас министры иностранцы. О чем еще говорить? Какая свобода? Какие там они вольнолюбивые, мейтауны? Я не знаю. Хорошо. Это вы сейчас сказали с позиции разума логической. А как бы вам хотелось, чтобы было? Какой бы вам хотелось, чтобы была Украина? Скажите. Хотелось бы, конечно, чтобы Украина была целой. То есть, чтобы и Донбасс в составе Украины, но не воевали. И Крым. Крым уже не будет. Уж что-что? Крым не будет. Это однозначно. Если кто-то допускает хотя бы теоретически такую мысль, то полный идет. И политикой ему вообще интересоваться даже нечего. А скажите честно и откровенно, вас корябнуло, когда Крым отошел? Когда вот вы только узнали, что все, Крым ушел? Обидно было? Если честно, я злорадствовал. Злорадствовали? Да. Ну, в смысле, что вы были рады за крымчан? В этом смысле? Можно сказать. Или вы злорадствовали с позиции украинца, что вот вам так и надо, доскакались? И то, и другое. Крымчанам можно было позавидовать вовремя. Можно было позавидовать, а злорадствовал, что наскакали. И они не поняли до сих пор, и они не поймут, мне кажется, никогда. Что они, ну, то есть, большая часть вот этих, так называемых, патриотов, мне кажется, они никогда и не поймут. Что они наделали. Ну, то есть, не они, а их руками, но тем не менее. Конечно, хорошо бы, чтобы Украина была целой, но никакой герезации, чтобы не переписывали истории. Мне не нравится, как переписывать историю, не только на Украине, а вообще даже историю СССР, как переписывать. Очень не нравится. А что у вас больше всего? Ой, вот я не могу остановиться, куча вопросов. Давайте вот на сегодня закончим. Я даже на половине свой вопрос не стала задавать, только произнесла вопросительное слово. Потому что это отдельная беседа, еще, по-моему, не на один час с вами отдельно. Да, безусловно, без проблем. Очень интересно. Я сейчас хочу попросить, чтобы Лена сказала несколько слов, прокомментировала, поскольку она с вами рядом находится. Она сейчас не совсем рядом, но если у вас есть полминуты, я ее позову. Не-не-не, тогда не надо. Давайте сейчас закончим. В следующем интервью уже вас вместе с Леной я приглашу уже в эфир конкретно, и мы с вами поговорим, пообщаемся. Хорошо? Хорошо. До свидания. Спасибо вам огромное, очень было интересно. До новых встреч. До встречи.